Маска как пропуск. И да, поразительно для нас, русских, самодисциплина всего Китая. Я была поражена в очередной раз. Маленькое отклонение, в магазинах все было. Но вот честно, положа руку на сердце, в самом начале всей этой эпидемии, может, первую неделю были перебои с продуктами в магазине, но потом все наладилось. А самое главное, цены вот как были, так и остались под страхом смертной казни. Да еще и с масками целый месяц была полная жопа. Их просто не было нигде в продаже. Это понятно, все шло в Ухань. Но при этом раз в несколько дней маски выдавались всем по нескольку штук в руки. И за неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель. На улицу и в общественные места можно было выходить только в маске. Да, все вот прямо в унисон говорят. Маски – это все фигня. Они ни от чего не помогают. Типа в масках должны ходить только больные. А типа то, что больной человек должен дома сидеть, а не по улице ходить. А вот все и не так. Помогают. Да еще как. Так, и вот миллиард незаболевших в Китае – это прямое подтверждение. 17 марта 2020. Источник 86.ru новости. Россиянка, пережившая вспышку коронавируса в Китае, дала 6 советов о том, как себя спасти. Если заинтересуетесь, ссылка активная, пройдете и прочитаете. Жизнь под карантином. Расползание коронавируса в Китае приостановлено. Но до победы над напастью еще, видимо, должно пройти время. Как живет Пекин, его люди? Об этом заметки собственного корреспондента литературной газеты столицы КНР. 3 февраля. Сегодня опять погнали на улицу дела. Первое впечатление – Пекин будто весь продезинфицирован. Кругом, как в больничном изоляторе. В метро пустота, в вагоне нас было двое. Я и дежурный с красной повязкой на рукаве. Пока ехала, смотрела ролики на небольших ТВ-экранах. Их в каждом вагоне штук по 10. Как защититься от вируса? На улицах полно разводчиков на мотобайках с коробками из интернет-магазинов. Работают ребята на износ. Число интернет-заказов выросло многократно. Вдоль домов, чуть ли не через каждые 10 метров, дежурные контролеры следят за порядком. За 2 часа похода у меня 6 раз измеряли температуру. Контрольный градус 37,3. Потом берут на заметку, вносят в кондуит и сажают на домашний карантин. А если повыше, то сразу и в больнице. А вот лифты. Видишь объявление? Продезинфицировано. И лифты, и лестницы с площадками. Все общественные пространства, как и водопровод, канализация, обрабатываются постоянно. Запах хлорки порой ощутим даже дома. Кто-то считает подобные меры избыточными. А по мне это правильно. Думаю, когда заразу победят, китайский опыт борьбы с вирусной опасностью станет предметом изучения мировых эпидемиологических служб. Войдет специальным разделом в учебники по медицине. 13 февраля. На днях часа 2 ходила в маске. Ужас. Дышать трудновато, очки запотевают. Чувствуешь себя как в капкане. Подумала, а как же врачи, медсестры, весь больничный персонал, особенно в Ухане. Они-то маски не снимают сутками. Да они такие, как у меня, облегченные. А самые, что ни на есть, серьезные, герметичные. Плюс защитные очки и костюмы. Читала, что есть и пить стараются поменьше. Чтобы в туалет бегать реже, попробуй снять, надеть такую амуницию. Женщины добровольно остригают волосы. Легче голове под защитным шлемом. Со спины на спецкостюмах пишут имена, чтобы не перепутать друг друга. Видела их фотографии без масок. После окончания дежурств. Изборожденные, чуть ли не кровавыми рубцами лица. Воспаленные круги под глазами. 20 февраля. Три дня дома. На улицу выходить не было повода. Продукты есть. А гулять без цели не приучено, даже в парке. Да и закрыто все. Музеи, выставки, магазинчики, кафешки. Но в домашней клетке тоже невыносимо. Пошла в разведку. И порадовалась. Пекин заметно оживился. Стал больше похож на себя. Поток машин. Люди из своих норок выползли. Куда-то спешат. С собачками гуляют. Сумки тащат. Почти все, как всегда. Зашла в супермаркет. И там народу полно. Дефицит от товаров не чувствуется. А ведь пугают, пишут, что люди чуть ли не в голодные обмороки падают. Да много чего пишут. Даже и о трупах, якобы валяющихся на улицах. Сил уже нет антикитайский бред читать. 1 марта. В сводках о коронавирусе Китай стал уступать первое место. Больше слов и сюжетов о тех, кто в многочисленных конспирологических версиях якобы вообще был избавлен от возможности заражения. Об европейцев. Дай бог, чтобы справились. Как справляется Китай с его почти полуторамиллиардным населением. 3 марта. Неподалеку от моего дома минут 10 ходьбы знаменитый шелковый рынок. И вот сообщение, можно его посещать. Пекин начинает жить привычной жизнью. Но о вирусе напоминает чрезвычайный контроль. Мало того, что без маски никуда не войдешь. И везде температуру измерят. Так еще и через сканирование QR-код соберут о тебе персональную информацию. 4 марта. Вчера поговорила со своим приятелем, работающим на международном радио Китая. Говорит, что все в основном трудятся дома. Но он попросился в офис. Сил нет сидеть в четырех стенах. Кстати, основные предприятия уже вступают в строй. 9 марта. Только что сообщили, что в Ухане закрыли уже 14-й временный госпиталь. Ко вторнику обещают прекратить работу еще два последних. Эпидемия идет на сват. А ведь в момент появления коронавируса некоторые предсказывали чуть ли не миллионы жертв. Теперь, когда цифры в Китае оказались не столь велики, тут и там раздаются голоса, зачем Китай раздул пожар. И заширяются в поисках скрытых смыслов и его действиях. Ну, что на это ответить? Только единственное. Попросить сомневающихся в адекватности китайских действий включить логику. И представить, что могло бы быть, не прими Китай поистине беспрецедентных мер, не закрой огромную территорию с проживающими на нем шестью десятью миллионами человек. Что бы тогда случилось? А случиться могло как раз то, что алармисты поначалу и предсказывали. Эпидемия приобрела бы характер пандемии. Тогда бы, уверенно, другие обвинения Китаю бросили. Не сумел остановить заразу. Вот скажите, что Китай, введя во всей стране карантин, взяв под контроль буквально каждого человека, остановив работу почти всех своих предприятий, какой-то гешефт получил? Да те убытки, которые он понес, и продолжает нести колоссальным бременем лягут на его экономику. Но китайское руководство и на это пошло, предвидя последствия, которые могли бы быть, не предприми оно чрезвычайных мер, не бросив все силы и резервы, и материальные, и людские, на защиту своего населения от грозной опасности, да и на защиту всего мира тоже. И мир должен в ножки ему за это кланяться, а не накручивать одно за другой не поддающиеся никакой логике конспирологические версии. Лучше бы изучали, перенимали уникальный китайский опыт. Об Италии, например, подумали бы, а о Европе в целом, да и о других странах, где все только начинается. А то ведь и до большой беды недалеко. Источник литературная газета номер 10 «Жизнь под карантином» Светлана Селиванова, собственный корреспондент литературки в столице КНР. Первый комментарий под этой статьей. Григорий Константинов, 11 марта. Живой положительный пример страны и экономики, построенных на главенстве социалистических принципов. Некоторые, кто не жил при социализме, сейчас же напишут, да какой в Китае социализм? Там такие же капиталисты, как везде. Да нет, они не такие же. Китайские богачи вкладывают деньги в развитие своей страны. В беде приходят на помощь народу своими деньгами, а не советом, как это сделал недавно один буржуй, совсем в другой, в соседней стране. И строят в Китае, как все видят, медицинские предприятия и госпитали за неделю. Чего, к примеру, в других странах сделать так же быстро просто нельзя. Только на согласование всех нужных документов уйдут годы. И строительство потом будет идти совсем не неделя. Как только не поясничали некоторые в комментариях на опрос на моем канале в разделе сообщества по поводу наличия масок в аптеках. Зачем вам маски? Купите каску. Если, не дай бог, эта напасть коснется и нас в таких масштабах. Без масок вас никуда не пустят. Будете сидеть дома, в касках. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания.